МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На НТС итоги недели. В студии Мир Диан Балабаев. Как всегда, мы расскажем вам о главных событиях недели. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Президент Кыргызстана впервые в истории совершил визит в Тбилиси. Почему грузинский опыт реформирования полиции не удается реализовать у нас? Уже третий министр за пять лет внутренних дел. А ничему только одно министерство пока не научилось у нас в Кыргызстане. Вот год срока, уважаемый Ашкардин Ушариев, генерал. А в Ереване на очередной сессии ОДКБ президенты подписали более 20 документов. Николая Бордюжу решили оставить в должности до конца года. 16 автоматов Калашникова, тысячи патронов. Водитель генерала и прапорщик погранвойск продавали оружие криминальным группировкам. Факты продажи оружия случались и раньше. Бывало даже так, что из украденного оружия убивали людей, а после убийства вновь возвращали на базу. Где деньги? Депутаты, сомневающиеся в правильности расчетов республиканского бюджета, изучают обоснованность расходов правительства. Вот искусственно вот такой вот, скажем так, раздутый бюджет приносят. В пятницу завершилась кавказская турная президента Алмазбека Атамбаева. Впервые в истории кыргызско-грузинских отношений глава нашего государства совершил визит в Тбилиси. Однако сотрудничество с этой горной республикой было налажено уже давно. Реформы наших государственных органов во многом опираются на грузинский опыт, отметил Атамбаев. В сфере улучшения работы правительственных структур в оказании услуг населению Тбилиси действительно является примером на постсоветском пространстве. Особенно следует отметить коренное реформирование правоохранительных органов. Президент отметил, что применение опыта Грузии уже дает у нас положительный результат. Не удается только преобразить нашу милицию по образцу грузинской полиции. Последняя, к слову сказать, лет 10 назад была коррумпирована не меньше, если не больше, чем наша МВД. После завершения визита в Тбилиси президент принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване. Председательствование Армении в организации договора о коллективной безопасности завершилось, очередь перешла Беларуси. Главной новостью, ожидавшейся в ходе ереванской сессии, было назначение нового генерального секретаря ОДКБ. Нынешний генсек Николай Бордюжа занимает эту должность уже 14-й год. Вопрос о его замене президента решили рассмотреть в конце года на Санкт-Петербургском саммите организации. В целом же на ереванской сессии ОДКБ было подписано 24 документа. Екатерина Ступкина расскажет подробнее. Президент страны Алмазбек Атамбаев нанес в минувший четверг первый в истории независимого Кыргызстана официальный визит в Грузию, целью которого было заключение договоров о более тесном сотрудничестве двух стран. Перед началом переговоров Алмазбек Атамбаев посетил мемориальный комплекс и принял участие в церемонии возложения венка к мемориалу героям, павшим за единство Грузии. На памятнике высечено 4000 имен погибших в период с 1993 по 1994 год. Начавшиеся 12 октября в узком кругу переговоры продолжились на следующий день в расширенном формате. Главы государств отметили, что у стран много общего, потому двусторонние отношения нужно укреплять. Эту встречу можно назвать исторической. Были достигнуты важные двусторонние соглашения. Кроме того, во время переговоров была подчеркнута важность Черноморского региона и роль Грузии в этом отношении. Мы также уделили внимание важности Евразийского транспортного коридора и проектов Великого Шелкового пути. Мы решили углубить взаимоотношения. Грузия – это как мост между Западом и Востоком, который дает уникальную возможность для сотрудничества. Мы готовы предоставить эту возможность и способствовать дальнейшей интеграции. Кроме того, обсудили вопросы в сфере туризма. В свою очередь Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что Кыргызстан многому научился у Грузии. К примеру, президент отметил, что за последние пять лет в четыре раза увеличили сборы по таможне. А также сотрудники госрегистра, опираясь на опыт грузинских коллег, стали намного быстрее выдавать документы. Однако, по словам главы государства, остается еще много вещей, которые хорошо было бы перенять. Потому как на путь реформ Грузия ступила раньше Кыргызстана. Касается этой технологии, к примеру, Грузия давно использует аппараты по рассеиванию града, что позволяет сохранить урожай. Такое ноу-хау помогло бы и кыргызстанским фермерам не терпеть большие убытки. Грузинские руководители, грузинские министры, чиновники бескорыстно делятся своим опытом, помогают нам наводить порядок в стране, проводить реформу. Это же здорово. Это здорово. И я уже сегодня сделал замечание нашему министру внутренних дел, что уже третий министр за пять лет внутренних дел, а ничему, только одно министерство пока не научилось у нас в Кыргызстане. Вот год срока, уважаемый Ашкардин Ушалиев, генерал, но я не думаю, что в МВД чиновники намного глупее, чем в других структурах. Надо учиться. Также Алмазбек Атамбаев поддержал Грузию в вопросе суверенитета и территориальной целостности страны. При этом отметил, что все вопросы должны решаться исключительно мирным путем. Кыргызстан за территориальную целостность Грузии, потому что это основополагающий принцип должен быть для любой страны, в том числе для самого Кыргызстана. И, к сожалению, я считаю, что никогда не бывает так, что виновата только одна сторона. Я думаю, что, видимо, были предприняты не все шаги. Видимо, где-то надо было иногда переступать свою гордость с другие вопросы. И нельзя было допускать вот до того, что сегодня мы имеем. Некоторые эксперты высказали предположение, что Кыргызстан меняет политический курс. Однако руководитель отдела внешних связей аппарата президента Саппар Исака внес ясность в ситуацию. Любое уважающее себя государство в обязательном порядке должен быть приверженным к основополагающим принципам международного права. Вы знаете, эти принципы заключены, непосредственно закреплены в Уставе Организации Объединенных Наций, в заключительном Хельсинском акте 1975 года и в других основополагающих документах международного права. И вы знаете, есть такие принципы суверенного равенства государств, принцип нерушимости границ, принцип территориальной целостности и так далее. Такого рода формулировки содержатся во многих документах, которые Кыргызская республика заключает с другими странами с момента обретения независимости. Все наши партнеры, и в том числе стратегические партнеры Российской Федерации тоже, имеют множество документов с грузинской стороной, аналогичные. Он также отметил, что охлаждение отношений с Российской Федерацией не последует. Здесь нет даже двусмысленных намеков о том, что наши внешнеполитические приоритеты меняются и так далее. Это мне больше всего кажется, что из мухи пытаются сделать слона. Также главы государств обсудили вопросы взаимодействия в сфере туризма и культуры, создания экспортно-ориентированных совместных предприятий и вопросы гидроэнергетики. По итогам встречи был подписан ряд важных соглашений, среди них о взаимной поддержке инвестиций, о сотрудничестве в области образования и науки, о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью. В рамках визита Алмазбека Тамбаев переговорил не только с президентом Грузии, но и премьер-министром Георгием Кверикашвили. Собеседники обсудили перспективы взаимодействия практически во всех сферах сотрудничества. Георгий Кверикашвили, между тем, отметил, что народы Кыргызстана и Грузии многое объединяет и есть большой потенциал для углубления торгово-экономических отношений. Кроме того, глава Грузии Георгий Марквилашвили принял приглашение Алмазбека Атамбаева нанести ответный визит в Кыргызстан и заверил, что при первой же возможности посетить нашу страну. В тот же день глава Кыргызстана вылетел в столицу Армении, Ереван, для участия в очередном саммите стран ОДКБ. В повестке дня саммита значилось много тем для обсуждений. От мер противодействия терроризму до передачи председательства ОДКБ другой стране. После церемонии рукопожатия и совместного фотографирования главы государств перешли в круглый зал для заседания Совета коллективной безопасности в узком кругу. В сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ приняли участие почти все главы стран-участниц, за исключением Казахстана. Вместо Нурсултана Назарбаева, который не смог приехать из-за болезни, республику представил премьер-министр Бакаджан Сагентаев. Предстоит рассмотреть ряд документов, принятие которых обозначен на ближайшую перспективу. Уверен, что конструктивный настрой и традиции взаимно повозят нас. И на этой сессии позволят в оперативном ключе согласовать и принять новое важное решение у вас в Ереване, в Армении. Добро пожаловать в Армении. Однако после выяснилось, что генеральным секретарем пока останется Николай Бордюжа. Вопрос перезбрания генсека сняли с повестки дня. Однако главы государств ОДКБ вернутся к нему на следующем заседании, которое пройдет в Санкт-Петербурге. Напомним, Николай Бордюжа является генеральным секретарем организации договора о коллективной безопасности с 2003 года. А вот формирование единого списка террористических организаций обсудили в расширенном составе. И отобразили в принятом решении о стратегии коллективной безопасности на период до 2025 года. Также члены ОДКБ заявили о намерении противодействовать планам США и НАТО по одностороннему развертыванию глобальной системы противоракетной обороны. И обсудили ситуацию в Сирии. Также в этом году истек срок председательства Армении. ОДКБ президент этой страны подвел итоги. Уважаемые коллеги, Ереванский саммит подытоживает председательство Армении в организации. За месячный период были предприняты конкретные меры по дальнейшему наполнению взаимодействия ОДКБ. Работа была нацелена на повышение потенциала организации. Мы провели, на мой взгляд, весьма продуктивное и откровенное обсуждение тех вопросов, которые напрямую связываются с нашими делами и сказываются на вопросах безопасности наших стран, проектируются и проявляются на региональных уровнях и не только. Конечно, говорили о вызовах и угрозах, с которыми сталкивается все мировое сообщество, имея в виду прежде всего небывалый всплеск терроризма и насилия, которому не может быть никакого оправдания. Приседательство Вани в ОДКБ на ближайший год перешло к Белоруссии. В своем выступлении Александр Лукашенко рассказал о том, как намерен действовать, чтобы добиться признания ОДКБ на мировой арене. В частности, привлечь лучших военных специалистов и экспертов из МИД, чтобы сформулировать четкие приоритеты организации. И нам надо сформулировать хорошие приоритеты, чтобы наша организация вышла на довольно серьезный уровень, чтобы ее уважали, ну не боялись, уважали, и мы никого не уговаривали, чтобы нас признавали. Поэтому я попросил, обсудив в узком кругу, публично наши приоритеты не излагать, а сначала их капитально проработать и довести до каждого руководителя членов ОДКБ. Всего же в рамках саммита было подписано 24 документа, в том числе о проекте заявления глав государств ОДКБ на горно-карабахское урегулирование, о дополнительных мерах по противодействию международному терроризму и экстремизму, о взаимодействии государств ОДКБ в области обеспечения пограничной безопасности. Екатерина Стопкина, Самат Делатахонов, Тбилиси, Ереван, НТС. В ходе обыска в доме водителя председателя Госкомитета по делам обороны Марата Кендисариева было обнаружено 16 автоматов Калашникова, снайперская винтовка Драгунова и большое количество боеприпасов к ним. Первые несколько дней ни Генштаб вооруженных сил, ни МВД не подтверждали и не опровергали эту информацию. На уходящей неделе все-таки было официально подтверждено, что водитель главы оборонного ведомства вместе с прапорщиком пограничной службы продали членам ОПГ три автомата Калашникова. В результате проверки оружейного склада была выявлена недостача 26 автоматов Калашникова, 14 пистолетов Макарова и 13 тысяч патронов разного калибра. Еще раз отмечу, 16 автоматов нашли дома у действующего военнослужащего. И это в то время, когда сотни единиц оружия, похищенного в апреле и июне 2010 года, по-прежнему не найдены. В последние годы финансирование вооруженных сил значительно увеличилось. Сотни офицеров получают квартиры. Улучшается в целом обеспечение военных. Однако качество армии, видимо, зависит не только от материально-технического снабжения. Коррупция в вооруженных силах для государства намного опаснее, чем взяточничество в гражданских структурах. Но каждый раз, когда люди в погонах совершают преступления, генералы до последнего пытаются скрыть информацию об этом. Так они пытаются сохранить пресловутую честь мундира. Но о какой чести можно говорить, если оборотни в погонах продают бандитам целые арсеналы армейского вооружения? И это еще не все. За последний год несколько генералов, в том числе два экс-министра, стали фигурантами коррупционных дел. Вооруженные силы страны вновь оказались в центре скандала. На этот раз поводом для этого стало задержание милиции членов ОПГ, пытавшихся продать три автомата Калашникова. Выяснилось, что попало это оружие в руки преступников со склада одной из частей погранвойск. Стволы им были проданы военнослужащими. Мы не можем давать комментарий по этому поводу. Задержанные являются военнослужащими. Поэтому дело может комментировать военная прокуратура. Там могут дать расширенную информацию об обстоятельствах дела. Материалы следствия будут переданы туда. Раньше, по-моему, были такие случаи, но не такие. Они в военных частях там где-то продавали. Но чтобы водитель, председатель оборонного ведомства, чтобы продавал оружие, тем более членам ОПГ, такого случая не было у нас в республике, в государстве. И я думаю, чтобы такого не повторилось, тут максимально надо. Всего проверкой выявлено недостача 26 автоматов и 14 пистолетов. А в ходе обыска водители военачальника Кинжесариева, как сообщается, изъяли 16 автоматов Калашникова, снайперскую винтовку Драгунова, кроме того, большое количество патронов разного калибра и других боеприпасов. Получить какие-либо пояснения у самого председателя комитета по делам обороны или в генштабе не удалось. На какие именно цели организованные преступные группировки запасались таким образом оружием, можно только догадываться. Последние 10 лет ОПГ прячутся за маской религии. Прикрываясь религиозной идеологией, они продолжают вести свою преступную деятельность. Есть среди них даже те, кто читает намаз по пять раз в день. У членов таких организаций нередко находили оружие и разного рода взрывчатые вещества. Некоторые из этих дел расследуются и по сей день. Так, 8 и 9 октября американское и английское посольства распространили предупреждения для своих граждан о готовящихся в Кыргызстане терактах. Атаки, по их данным, произойдут в течение ближайшего месяца. Есть ли связь между возможными терактами и выявленными фактами торговли оружия, предстоит выяснить правоохранительным органам и спецслужбам. Однако то, что подобные схемы нередко были и раньше, никаких сомнений не вызывает, говорит основной полковник ГКНБ Талант Розаков. Факты продажи оружия случались и раньше. Бывало даже так, что из украденного оружия убивали людей, а после убийства вновь возвращали на базу. Такие вещи происходят и в других странах. Но учитывая общественно-политическую ситуацию в стране, если бы это преступление не было бы раскрыто, все это могло очень плохо закончиться. Известно, что порядок хранения и выдачи стрелкового оружия в военных подразделениях фиксируется в специальном журнале учета. В нем должны быть поставлены и время, и роспись, когда и кто из военнослужащих забрал и возвратил в хранилище тот же автомат. Каким способом тогда в руки простого водителя попали злополучные АКМ, так же остается не совсем понятно, вызывая тем самым только множество предположений. Я не понимаю, почему на складах не установлена система видеонаблюдения круглосуточная. Позволительно это? Это не так дорого позволительно. Все опасные объекты, которые должны были прикрываться дополнительно, их можно было бы оснастить техническими средствами охраны. Тогда бы уже стоял некий барьер, который заставил бы 10 раз подумать, прежде чем идти на преступление. Мы сейчас уже имели бы доказательную, документальную базу, как совершалось это преступление. Технические средства охраны не только системы видеонаблюдения, датчики движения, периметровые системы охраны. Насколько глубоко схема продажи государственного оружия была отлажена и как долго действовала, неизвестно. По словам бывшего заместителя председателя погранвойску Банышбека Сарыбаева, количество похищенного изрядно настораживает. Но еще больше то, в чьи руки уже попали реализованные таким путем автоматы и боеприпасы. Так все-таки диверсия или банальное желание нерадивых военных кадров материально обогатиться. Я не думаю, что у нас там прям сидели такие диверсанты в пограничной службе, которые специально были готовы продать террористам оружие. Но тем не менее, помчались за длинным рублем, решили поймать свой интерес и допустили такое преступление. По сей день с апрельских и июньских событий 2010 года достаточно большое количество оружия находится на руках у населения. Ведь только по официальным озвученным отчетам из половины трехсот единиц захваченного оружия было возвращено лишь менее половины. В свое время о необходимости создания спецдепартамента, отслеживающего незаконную продажу и хищение оружия, неоднократно говорил Токтугул Кокчикеев. Со своими предложениями он обращался к правительству, но одобрены они так и не были. Когда речь заходит об оружии, опасных ядовитых веществах, незаконной продаже автоматов и боеприпасов, то здесь необходимы новые подходы поиска виновных. Всех этих людей, замешанных в незаконных делах с ОПГ, надо же как-то выявлять. А для того, чтобы найти и доказать их вину, нужен специальный разведывательный комитет. Но самое главное, его сотрудники должны быть независимы ни от кого, будь то депутат, прокурор или судья. Пока же подозреваемые в продаже оружия ОПГшникам, военные во дворины в следственный изолятор ГКНБ, глава погранслужбы, отделался выговором за неполное служебное соответствие. А вот его заместителя, ответственного за сохранность складов, с должности сняли, как и еще несколько десятков офицеров и прапорщиков. Бот Исаев Алексей Немашкал, Аман Бакиров, Ирлан Кемельбеков. НТС. Итоги недели. В Джогуркукинейше сейчас главным образом обсуждаются политические вопросы. Однако с приближением к концу года актуальными становятся проблемы экономики. В эти дни парламентская оппозиция изучает обоснованность статей бюджетов прошлого и нынешнего годов. Выполнение главного финансового документа страны вызывает много вопросов у фракции Республики Атаджур. Депутаты считают, что Министерство финансов безответственно подошло к расчету дефицита бюджета. Напомню, в этом году расходы государства в размере 146 миллиардов сомов на 20 с лишним миллиардов превышают доходы Республики. Ситуацию усугубляет и то, что не выполняется план по налоговым и таможенным сборам, из-за чего, по некоторым прогнозам, к концу года дефицит бюджета может достигнуть 30 миллиардов. Поэтому в конце прошлого месяца правительство приняло решение сократить расходы на 14 миллиардов 900 миллионов сомов. Аргументы парламентской оппозиции, сомневающейся в реальности бюджета и доводы Минфина, отстаивающего свои расчеты, в материале Алексея Немашкала. Принимая бюджет текущего года, Джигурку Кенеш утвердил и планируемые расходы на 146 миллиардов сомов. Но тут выясняется, что правительство увеличило эту цифру на рекордный 21,5 миллиард сомов. То есть на сумму почти соразмерную с дефицитом бюджета. Сейчас созданная фракцией Республика Атаджурд комиссия тщательно разбирается в целесообразности этих трат. Вообще это о чем говорит? Если мы до 20 миллиардов вносили изменения, выкидывали одни запланированные расходы, заменяли их другими, это говорит о том, что те расходы, изначально заложенные, могли бы и без них обойтись. То есть сегодня они не будут профинансированы, вместо них другие виды расходов идут. Это говорит о том, что искусственно такой раздутый бюджет приносят. Бюджет 2016 года парламентарии нового созыва утвердили в конце декабря. Согласно закону об основных принципах бюджетного права, решением правительства и с утверждением профильного комитета допускается вносить изменения не более чем дважды в год. Однако по утверждению некоторых депутатов, Кабмин уже через месяц после принятия главного финансового документа страны внес в него очередные корректировки. Теперь представьте ситуацию, что вдруг палата не согласится с этими изменениями. Они уже произведены. Что тогда? То есть я еще раз говорю, что в этот раз я думаю, что правительству не удастся, скажем так, легко защитить бюджет 2017 года, отчитаться по 2016 году, потому что очень много вопросов накопилось, очень много наглядно видим нарушений финансовой дисциплины, а это тоже в соответствии с законом предусматривает ответственность. Однако в правительстве уверяют, что увеличивая расходы, никаких нарушений с их стороны допущено не было. Напротив, дефицит сократился на 400 миллионов сомов, вследствие чего он и составляет на сегодня 22 миллиарда, а не больше. В Минфине говорят, что на каждый потраченный сом имеется санкция комитета Джигурку-Кенеша по бюджету и финансам. Это перерасход или взаимозаврешение? Не, не, это не перерасход. Источники есть. Дополнительные источники к нам поступили, да? Дополнительное поступление. Возьмем, ну, конкретный пример автодорога Бишкирка-Аэропорт Манас. То есть у нас дополнительно какие-то деньги поступили, и мы, правительство приняло решение его направить на строительство автодороги по согласованию с комитетом. До каникул мы пришли с решением правительства, комитеты получили согласие и финансируем. Всего в этом году поступили заявки от министерств и ведомств на сумму около 30 миллиардов сомов. Но на эти цели в бюджете денег попросту не хватает, сетуют финансисты. Учитывая внешний долг в 4 миллиарда долларов и выросший бюджетный дефицит, то расходы на незапланированные статьи – это непозволительная роскошь, считает главный финансист страны. Те же дополнительные расходы мы направили на правоохранительный блок, направили на статью «Капитальное вложение» дополнительное. Это строительство автодороги Балат-Шпорум-До, строительство ипподрома. И это спецсредства, которые остались более 3 миллиардов сомов, по итогам 2015 года у бюджетных организаций остался. Экономисты, в свою очередь, часто подвергают критике правила принятия главного финансового документа. По их словам, он составляется не опираясь на реальный доход прошлых лет, а основываясь на запросах министерств и ведомств. Например, в прошлом году правительство обещало поднять уровень ВВП на 5,2%. Это очень большая цифра. Это, можно сказать, радужная, оптимистичная цифра. Но реально, жизнь показала, практика показала, что рост реальный, по данным МВФ, составляет порядка 1,5%. Естественно, вот такой неправильный, ошибочный прогноз, он привел к тому, что доходная часть бюджета у нас не соответствует тем реальным положениям, которые у нас на сегодня сложились. В планировании бюджета ответственным является Министерство экономики. Там объясняют несовпадение с запланированными и реальными показателями упадком экономик России и Казахстана. Мол, экспорт уменьшился более чем на 28%, не был построен верхний нарынский каскад ГЭС, а предприятия по добыче полезных ископаемых не достигли установленных планов по доходам. В мировой практике прогнозы постоянно меняются, и мы тоже не исключение. Если разница между прогнозами и реальными показателями в некоторых странах достигает 5%, это считается нормой. А у нас в Кыргызстане эти показатели даже ниже 1%. К примеру, США в течение года не вышли на свои прогнозы почти на 0,2%. А в России из-за снижения экономических темпов роста также изменились ранее высчитанные показатели ВВП. Независимые же эксперты критикуют государственных финансистов за то, что они ежегодно прибавляют к бюджету 20% инфляцию. Но если посмотреть на инфляцию национальной валюты, то среднегодовые показатели там держатся на уровне 2%. Впрочем, как не раз повторяли чиновники, на недостачу поступлений в бюджет в большей степени повлияли выпады по налогам. Теперь в Минэкономике пытаются поменять отношение к налоговикам. Отныне, когда будет планироваться бюджет, мы намерены внести предложение в Министерство финансов. В нем мы предлагаем указывать процентное соотношение налоговых сборов по отношению к ВВП. Если, например, налоговые сборы должны составить 21%, то налоговая служба обязана выполнить этот план. Так как мы прекрасно знаем, сколько по НДС, по доходному налогу и другим в целом по шести видам отчислений. А просчитать, какова доля налогов в соотношении с производимой продукцией, это не очень-то и сложно. В итоге, судя по озвученным данным, рост экономики достиг лишь 2%. Но на фоне открывшихся перед Кыргызстаном возможностей, это крайне мало, говорят эксперты. Ведь развить экономическую отрасль республики вполне возможно, используя энергосберегающие современные технологии, выводя на новый уровень животноводство, поднимая производительность, налаживая экспорт. Но для этого опять же требуются инвестиции. А в этом плане правительство демонстрирует свои способности далеко не с лучшей стороны. Алексей Немашкал, Аман Бакиров, Ирлан Кемельбеков. НТС. Итоги недели. А теперь предлагаем краткий обзор остальных важных событий минувшей недели. В понедельник посольства США и Великобритании распространили предупреждения о терактах, готовящихся в Кыргызстане в течение ближайшего месяца. В них дипломаты призывают своих граждан воздержаться от посещения мест массового скопления людей и по возможности не посещать южные регионы страны. По поводу этой информации Комитет национальной безопасности начал расследование. Решение отменить НДС за ввоз зерна из Казахстана депутаты углядели лобби. По мнению парламентариев, принятая правительством более полугода назад, мера для поддержания местных мукомолов принесла неоднозначные результаты. Помогли бизнесу, но не бюджету. Недобор по налогам привел к потерям в размере почти 700 миллионов сомок. При этом цена на муку, как отечественную, так и зарубежную, для рядовых потребителей так и не снизилась. Министр транспорта и дорог Замербек Айдаров ездит на 570-м Лексусе, оформленном на крупного международного инвестора. Общественность и депутаты усмотрели в таких действиях чиновника коррупционную подоплеку. Ведь именно эта компания не раз выигрывала тендер на строительство крупнейших дорог страны. Поводом для скандала стало видео, в которое водитель министра пытается отобрать телефон у члена общественного совета при Минтрансе, чтобы удалить сделанную им фотографию люксовой машины. После разразившейся шумихи в СМИ автомобиль незамедлительно вернули китайской компании. Вторник. В Кыргызстане объявлена дата выборов в местные кенеши. Голосование пройдет в 384 аэльных советах и 21 городском. В этом году впервые выборы в местные органы власти пройдут по биометрической системе. Всего в результате голосования предстоит выбрать более 7 тысяч депутатов местных кенешей. Сделать свой выбор согласно указу президента граждане республики должны будут 11 декабря. Главу Министерства труда и социального развития Кудайбергена Базарбаева освободили от должности. Соответствующий указ подписал Алмазбек Атамбаев. Как заявил сам Базарбаев, ушел он исключительно по собственному желанию. Во дворце спорта имени Коджомкула наградили участников Олимпиады и Паралимпиады, прошедших этим летом в Рио-де-Жанейро. По итогам соревнований пьедестала почета наши олимпийцы не удостоились, однако денежное вознаграждение причиталось вплоть до восьмого места. В зависимости от занятого места спортсмены получили миллион девятьсот и восемьсот тысяч сомов соответственно. Среда. Правительство отзывает иск в отношении Максима Бакеева на 20 миллионов фунтов. Информацию об этом распространила юридическая фирма, представляющая интересы сына бывшего президента. Как позже пояснили чиновники, иск по незаконному выводу средств из соцфонда и фонда развития был предъявлен Максиму Бакееву и бывшему председателю совета директоров ОАО «Азия-Универсалбанк» Михаилу Надели еще 5 апреля в суде Лондона. В итоге 5 сентября этот суд постановил, что оба фонда имеют право взыскать всю сумму соответчиков. В этой связи кыргызская сторона и посчитала нецелесообразным введение процесса, повлекшего бы дальнейшие существенные затраты. Чуворку Кенеш во втором чтении принял закон о референдуме. При этом норму о вынесении на голосование граждан каждой поправки Конституции в отдельности палата отклонила. Четверг. Видео с дракой маленьких мальчиков. Снято все-таки в Кыргызстане. Личности его героев, как детей, так и взрослых, стравливающих их друг с другом, установила прокуратура Узгенского района. По факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статьям «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, неисполнение обязанностей по воспитанию и хулиганство». Кроме того, отцов мальчиков предлагается лишить родительских прав. Оба задержаны и водворены в следственный изолятор. Налоговики совместно с Минэкономикой рассказали о смене порядка импорта. Стоять в длинных очередях на границе для заполнения ранее существующего талона теперь не придется. Отныне импортерам необходимо заранее оформлять специальные сопроводительные накладные. Принципиальных отличий в новых накладных нет. Но их главное предназначение – фиксация и объем. Эти меры, как сообщается, обеспечат учет перемещаемых товаров из стран-участниц ЕАЭС через границу и равные конкурентные условия для отечественных производителей. В пятницу дипломаты США и Великобритании так и не объяснили, откуда у них информация о возможных террористических атаках в Кыргызстане. Как рассказал депутат Музафар Исаков, на прошедшем закрытом заседании с участием представителей посольств последние так и не смогли предоставить доказательства по распространенным им сообщениям. А вот правоохранительные структуры наши страны заверили, что причин для беспокойства нет. После теракта в китайском посольстве все силовые структуры переведены на усиленный режим работы. Четверть века в колонии строгого режима с конфискацией. Такое решение принял Первомайский районный суд в отношении советника-гендиректора компании ЗАО «Альфа-Телеком» Алмазбека Абекова к 12 годам приговорили бывшего главу Мегакома, а вот экс-председатель новостройсервис Аман Улу Кенжибек получил 8 лет тюрьмы. Напомним, все трое обвинялись в выводе из компании 6 миллионов долларов. В результате организованных ими коррупционных схем, кроме указанной суммы еще 142 миллиона сомов ущерба, установила антикоррупционная служба ГКНБ. Журналисты НТС рассказали вам о самых главных событиях минувшей недели. О важном и определяющем предстоящих семи дней мы расскажем вам в следующее воскресенье. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова